Причудливые скалы А вы знаете, что у нас в Крыму самая длинная в мире троллейбусная линия? Ее протяженность аж 94 километра. И тянется она от Симферопольского аэропорта до самой южной точки Крыма, проезжая Перевал, Алушту, Гурзуф и приезжаем в город Ялту. Но мы немного отвлеклись. Итак, причудливые скалы долины привидений, подобно окаменевшим воинам, охраняют подступы к горе. Высоко на фоне неба виднелась скала, очертания которой напоминают человеческую голову. И в легенде о горе Димирджи ее называют скалой Марии. В давние времена крымские земли подвергались набегам воинственных кочевников. Кочевники – это люди, которые не имеют постоянного места жительства и переезжают с одного места на другое. Преодолевая жесткий отпор местных жителей, завоеватели все больше и больше пробивались в угол полуострова. И дошли они до горы, которая тогда называлась Фунна, то есть Дымящаяся. Представляете, даже в ясную погоду над ее вершиной поднимался столб огня и дыма. На вершине этой горы завоеватели решили сделать кузницу. Ну, что такое кузница, вы, наверное, знаете. Работать в этой дьявольской кузнице стал огромный, могучий, чернобородый великан, от жуткого взгляда которого кровь стыла в жилах. Это в старину было такое выражение. Хотя и сейчас употребляют, когда хотят сказать, что было очень и очень страшно. И вот в этой кузнице стали ковать новое оружие для своих варварских походов. Варвары – это люди, которые для древних греков были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чужды их культуре. Обезлюдили окрестности. Самых сильных мужчин из деревень насильно уводили в кузницу, где их заковывали в цепи, и они работали до изнеможения. День и ночь раздавались звон и удары молотов, от которых содрогалась вся гора, и ее уже в то время стали называть демерджи, что в переводе означало «кузнец». Сталь с этой кузницы получалась такого отменного качества, что рубила любое другое оружие, и при этом на самой стали не оставалось ни одной царапины. Чернобородый кузнец требовал все новых и новых работников. Тогда собрались старейшины близлежащих деревень, стали думать, как избавиться от страшного соседства, как погасить пламя адской кузницы. Пошли самые уважаемые люди к кузнецу и стали они просить его остановиться и уйти с горы. Долго ждали селяне их возвращения, но так и не дождались. Горе пришло в долину. Одна местная девушка, ее звали Мария, решила сама поговорить с кузнецом. Незаметно для стражи она пробралась в мрачную кузницу на просьбу уйти из долины. Чернобородый только рассмеялся. «Не уйду я», – ответил кузнец, – «и тебя я не отпущу, со мной останешься». Он попытался схватить девушку за руку, но Мария изловчилась и с такой силой оттолкнула злодея, что тот упал около горящего горна и опалил свою бороду. Схватил кузнец кинжал и пронзил Марию в самое сердце. Мария подняла руки к небу, взглянула, и смертельно раненая упала к его ногам. Старая гора не выдержала такого злодеяния. Задрогнулась она от подножия до вершины. Покачнулись колонны, которые удерживали навес кузницы. Еще шире раскрылась жерла горы и рухнули в раскаленную глубину кузнечные горные наковальни. Туда же провалился и чернобородый кузнец. А подневольные молодые парни освободились от оков и вернулись в деревню. Когда улеглась пыль и стихло пламя у подножия, на склоне горы появилось каменное изваяние причудливой формы. Великаны – уродливые подобия чернобородого кузнеца и его подручных. Вот они и образовали долину привидений. А у вершины появилась скала в форме женской головы в напоминании жителям деревни о девушке Марии и ее храбром поступке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова